С недавних пор, а точнее с того момента, когда Рено, Форд и Китай массированными темпами начали завоевывать электромобильный рынок, я с уважением провожаю машины 15-летние и не понимаю машины новые. Да по сути это мертвецы, потому что еще два года я себе куплю электро, если не быстрее. Но в жизни автомобилиста и 30 лет назад, да и сейчас, есть моменты, когда ты чувствуешь себя уродцем, цепляющимся за дорогу. Потому как тот перец на снегоходе или на АТВшке дорог не выбирает, его дорога – сама планета. Да и честно, стоимость нового квадрика или снегохода находится в промежутке между Грантой и дешевой иномаркой. Однако прикол совсем в другом. Ну а мы с миром экстрима покажем вам его далее в деталях. Но вот только выпал снег, и думается сейчас, главная деталь в любом доме – это снегоуборщик. Поэтому отложим тест-драйв и займемся джоп-драйвом. То есть попробуем снегоуборщик в деле. О том, что автостоп у мир экстрима работает, говорит следующий факт. Ровно неделю назад мы снимали очередной сюжет про мир экстрима, который располагается здесь. На пересечении улицы Столиваров и Галиулина 1А. Вот, так вот, дешевый, самый дешевый снегоход уже купили. Так же, как и три квадроцикла Цефомота. Тот самый Цефомота, на котором я вам показывал, как я его здесь рассекал. То, что вот сейчас вы здесь видите, вчера прошел снег. И вот эту огромную площадь убрали тем самым квадроциклом с ножом. Но мы вам предлагаем, для тех, у кого нету квадроцикла, естественно, ножом, приобрести себе снегоуборочную технику. К примеру, Honda. Honda HS622. Здесь двигатель в 150 кубиков 6 лошадиных сил. Этот снегоуборщик, как вы видите, оборудован гусеничной передачей. Вот. И дальнейшие у него есть определенные особенности. Такие слабенькие, скажем так. Приема производительность. 37 тонн в час. И 37 тонн в час вы можете умножить на 3. То есть, практически 100 тонн вы можете снега убрать за 3 часа. Это время его непрерывной работы. Как же он работает? Включаем зажигание. На какую длину может он выбросить снег? На 14 метров. Поэтому, ну, не будем так уж сильно экспериментировать. Так, газа поставим куда надо. Вот. Ну, поехали. Так. И есть у нас задняя скорость. Все довольно просто. Так же переключаем. И вперед погоним. Так. То есть, никаких особых проблем. Проблема в том, что я наехал на петличку. Сейчас мы ее уберем. И возьмем что-то покрупнее. Ну, чтобы было понятно. Так. Так. Первое. Газа. До отказа. То есть, фактически, с этой штукой может справиться абсолютно любой человек. Опять же, почему гусянка? Ну, вы же снег убираете. Поэтому колесный. Снегоуборщик это не очень хорошо. А вот такой-то, пожалуйста. Посерьезнее возьмем, да? Я не думаю, что время, деньги и спину экономить. Да, я немножко протормаживаю. Просто вспоминаю тонны снега, перелопаченными в то время, когда стоянок-то не было. Сейчас лень белистам, купившим кредитный и страхованный автомобиль-то и не понять. Но когда-то, чтобы час проехать на автомобиле, надо было его два часа откапывать из гаража. Поэтому вид снежного фонтана, которым вы бы не засыпали гараж соседа, а выкинутого куда дальше, завораживает. Поехали. Так, закрепим петличку. Здравствуй, Дедушка Мороз. Борода из ваты. Вот так вот легко можно устроить снегопад. И тогда, когда снега практически нет. Но вы вместе с миром экстрима можете справиться с любым снегопадом. Для этого есть такие замечательные снегоуборочные устройства. Есть китайские, есть японские, есть американские. Есть даже те, которые заводить самому не надо. Нет у него аккумулятора, у него есть удлинитель. Просто в розеточку воткнули, запустили, почистили и дальше доехали спокойненько до гаража. Клевая техника, которая легко оправдает себя в условиях нашей замечательной 6-месячной уральской зимы.